Снова лига, на этот раз сетка лузеров Играют Войкс против Агалии Мод у нас на этот раунд Сейчас скажу какой ARGMCBMD мод То есть полный рандом будет Будет забавно, думаю Ждем пока что мы в Войксе Я тут пью пиво, если что, так, извините Мод, к счастью, написали верный В Войксе выпадает бист У Агалии эльф Раз они самые имбовые, скажем так Далеко Так, с чего насчет Войкс Смотрим В принципе тут Есть варианты Особенно у Агалии Как разыграть данный пик Он начинает почему-то Решает начать Мунгварда Не лучшее решение, как по мне Ну ладно, посмотрим Как он дальше будет играть Ну тут по стандарту Медведь Видимо будет через Медведя Играть двух Войкс 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 Пока ничего интересного не происходит Поэтому я буду пить пиво Войска вступили в бой Войкс 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 Ну, а Галлия, по идее, должен просчитать здесь медведя. Его сложно спутать с чем-то, разве что там с кем-нибудь мундманом или клоком, но их редко ставят. Так, оба шлют на вторую волну, Войк шлет Урсу, а Галлия кинул двух башеров. Эти башеры могут пробить только если им очень будет переть на баш, иначе никак. В общем, маловероятно, что сейчас пробьет тут Войкса. Так, а Галлии нужно ставить отвод, без отвода он пустит. Хотя немного, но пустит. С отводом тут должен быть 0 деф, по идее, максимум Урса на пропуск будет у Агаллии. Тут, я думаю, будет деф 0 у Войкса без проблем. Хотя тут одного медведя неплохо так зафокусили. Если сейчас, а, один башер уже умер, да? Ну тогда нет, тогда пробить его тут не получится. Да, на Крополях тут Агаллия деффейт добивает все-таки Урсу. Ну и тут тоже в 0 деф. Ну Войкс тут стандартно, видимо, будет играть через апнутого медведя. На 4 будет апать, скорее всего. Тут добавляется сентри. Угу. Будет апать, видимо, на 4 левел, но не знаю, как по мне это... Он выбрал не особо верную стратегию. Не инкомную, скажем так. Можно тут заломбиться бы лучше. Начав там с каких-нибудь клеток или типа того. Или даже с друида можно было начать, потом там добавлять клеток. Тоже неплохой вариант. Ну а Агаллия решила вот так разыграть. Посмотрим, что получится. Пока что он будет, видимо, 3-1 сидеть. Сейчас он виспасе не сможет позволить. Только если он добавит сейчас клетку, например, вместо того, чтобы апнуть луну. Тогда не очень понятно, зачем она вообще нужна. Тут застрял один Скорб у Войкса. Интересно, не спалит ли он сейчас пик? Нет, он согрелся. Все нормально. Так, пошел засыл на 4. А он, видимо, кидал, потому что ему не хватало. Правда, зачем таким лучницу? Да, не хватило бы ему без этого засыла. Пришлось ему кидать. Зато он 5-0 смог сделать. Да, тут апается луна. Это без проблем деф будет. Этот засыл не пробьет здесь Агаллию. Луна довольно-таки хороша. Как на 4-й, так и на 5-й волне. А вот дальше... Дальше не торт, скажем так. Ну, разве что на 8-й еще неплохи. Ну, тут медведь апнулся, естественно. Интересно, будет ли добавлять что-то на 5 еще Войкс? Или все-таки пропуск будет здесь? Похоже, чуть-чуть пускает, да? Не тех бьет еще кого надо. Тупая луна. 6 штук пропуск в итоге вышел. Агаллия на 5 шлет, ну... Ну, сейчас он скопит на Урсу, наверное. На Урсу еще кинет... Хермита. Зачем Хермит? Не очень понятно. Ну, слушай, просто мелочи кидал... От Хермита, от этого сейчас толку, мне кажется, будет минимум. А тем более, если... Ну, хотеть пробить медведей на 5-й волне, то надо по-любому Урсу кидать. Потому что под Урсой медведь апнулся и не всегда ваншотит. В Экс добавляет еще тролля. И должен он без проблем дефнуть этот засыл. Еще отвод усиляет. Нехило так. Добавляет Огра. Да, тут должен быть без проблем деф... Войска вступили в бой. Так, да, надо ставить мелочь теперь. Нормально. Ну, без Урсы и Медведь легко дефать 5-ю волну. Поэтому тут, не знаю... Смысла особого не было в таком засыле. Что делает Войс? Войс делает... 7-3... 6-3 пока что. Решил что ли кинга апать? Или все-таки будет 7 засылать? Посмотрим. На 7 он много не накопит уже. Интересно, какой у него выпал скилл. Я, естественно, пропустил, как обычно... Когда показывался... Показывался скилл. Правда, у меня, по-моему, скилл Агалии показываться должен. Как скилл Агалии это тоже интересно, конечно. Что интересно, он будет добавлять на 7-й левел. Ура! 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 Она добавляет еще луну Ну так себе Так себе все это выглядит Правда засыл ему не идет Войкс видимо решил кингапать У него явно не волна Агалия копит на восьмую К счастью для него засыла нет Луны Так себе дефают 7 Под засылом хорошим Ну вообще не дефают особо Но засыла нет Поэтому он смело на 8 кидает Войкс апает кинга 5 атаки уже есть Задача Войкса тут постараться Не отдать хил на восьмой Только луну еще одну не ставь Хватит Диспа закажи и поставь Не знаю продай петушка Поставь друида Все таки луну ставит еще одну Ну блин это жесть Луна это реально после 10 Просто полное дерьмо И пустой вал Совершенно Разве что он на 13 волне Какой нибудь Они нормальные Но тут такое Кодой много мелочи Сидит он 6.1 Это конечно Очень мало на восьмой О! Войкс сделал рерол Взял Арктика Добавляет Полара И Айстроля Ну пропуск все равно Тут будет большой Очень конечно же Не уверен стоило ли На самом деле Сейчас свой хс уролить Потому что он Войкс не знал Что может упасть Еще раз А такая же Дело в том Что Войкс потратил Сейчас 100 дерева На этот рерол И ему из-за этого Может сейчас не хватить ХП на кинге Чтобы Дефно бис хила Потому что Пускает он 25 штук Это очень много И как бы Мне кажется Что рерол Сейчас не стоило Пока делать Лучше было Оставить это дерево На аппкинга А добавить Добавить Кого-нибудь там Тролля К примеру Еще одного Одного апнуть Как-то так Добавить Лишнее хп Которое он потратил На рерол Вот это ошибка Я думаю Которая привела Сейчас к потере хила Добавить Добавить Печально Тролля её фокусят обычно сразу. Но всё равно это пропуск. Больше десятки, видимо. Или не больше. Нет, именно 10 как раз и есть. Так. Он, похоже, хочет Лину добавить на десятую и заслать, да? Атаку зачем-то апнул. Ну, с Линой там, по идее, без проблем должен быть деф. Если он Лину сейчас добавить сможет. Лина плюс 4 луны всё-таки должны дефнуть, но максимум там одного босса пустить. Если засыл будет большой, а Войк засылает. Прогни на всё дерево. Или на всё. Ну, возможно, он оставит. А, ну, хотя ему смысла особого нет оставлять. У него кинг уже хороший. 5-4. Да, Лина добавляется. Ну, а Галя должен тут дефнуть, я думаю, без особых проблем. Войкса, в принципе, если по юнитам смотреть, тоже более-менее всё, но у него мало вэлью. Вот это ошибка, я считаю, апать Магнуса. Потому что не апнутые медведи неплохо башат. Если повезёт. И на 10-й волне они явно лучше. Войска вступили в бой. Старкнулся тут босс хорошо. Тот сработал хорошо. Ну, тут да, думаю, без проблем должен быть деф. Хотя, если сейчас пойдёт фокус плохой. Нет, всё равно это деф. Так, ну... Тут вроде как тоже. Да, тоже деф 0. Ну, и чё получается в итоге? У Войкса преимущество по инкому. Но не прям столь критическое. У Агали, конечно, 59 инкома. Это очень мало. Надо ему хотя бы арену попытаться забирать сейчас. Вероятно, даже кинуть на неё что-то. Но арену он должен тут забирать, по идее. С Линой. Она медведей должна... ...поубивать. О, Арча появилась. Правда, это не Арча, по-моему, а засланная Арча. За 40. Ну да, разумеется. Лину, правда... А, нет, не успевает Лину убить. Да. И Агалия здесь арену забирает. Вэлью совершенно одинаковые. Ламберт тоже. Но арену Агалия забирает сейчас. На 7-6, правда, ему не хватает. Но у него есть преимущество ещё в виде хила. Поэтому, в принципе, у Агалии сейчас неплохо всё. Сейчас ему нужно ставить ещё одну Морту. Наверное. Ну, или эту апнуть. Потом к 14-й поставить ещё одну. И сделать рерол. Надеяться там найти что-то хорошее. Он 11-ю кидает в Х. Ну... В принципе, должно пробить тут, наверное, Агалию. Хоть у него в Элью и неплохое, но... Юниты далеко не лучшие для 11-й волны. Поэтому пропуск, я думаю, будет. Жапы от Кинга. Агалия. Вот, Леон начал бить. И Мунгвард, короче, быстро упала. Ну, а Луну тут очень плохо ДПСят. По этой волне. Пропуск будет в районе 15 штук. Да, так и есть 15. Что делать Войксу дальше? Делает он 7-6. По идее, ему сейчас надо, типа... Подапать Кинга и копить на 17. Других вариантов я для него не вижу особо. Другое дело, что... Ему не дадут, скорее всего, на 16 заслать. Вынудит Кинга опать где-то раньше. К примеру, кинут на 16 ему. Или еще куда-нибудь. Хотя других волн у него деф относительно неплохой. Разве что... 14-15 попробовать кинуть ему можно. 15-15, вроде тоже... У него неплохой деф. 13-15, он тоже нормально дефнет за счет слоу. 14-15. Разве что 14, более-менее, заходит тут. А так, вообще... 16-я волна лучше всего тут смотрится, как по мне. Посмотрим, что выберет Агалия. Но желательно для него как-то не дать Войксу заслать на 17. И вынудит его Кинга опать хотя бы. Если не выиграть. В Войкса, кстати, уже 700 дерева есть. В принципе, по показателям практически равная ситуация. С исключением того, что у Войкса нет хила. Войкса вступили в бой. Войксу заслужили 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 в бой. Так, Вэксу Безосыла пускает. Засылает на 13. Серьезно, в 4 луны? Очень странное решение. Агалия будет что-нибудь достраивать? Отсюда, потому что строить ферму, да, будет. Может быть, друида добавит еще одного. Так что, будет достраивать? Может быть, что-то нет? Нет, не хочет. Видимо, он хочет морту апнутую поставить на 14. А тут вот такой неждан. Засыл на 13 приходит. А не на 14 совсем. Ну, тут даже... Не, единственное, что плохо сейчас у Агалии, то, что у него нет отвода. Был бы отвод, тут был бы деф хороший. Но без отвода, да. Тут будут проблемы, конечно. Так, как ни странно, Бэкс угадывает за ссылом. Ему нуждают Агалии уже апать кинга. Причем апать переапал атаку, по-моему. Что у него за скилл, я не помню. Сейчас посмотрим. Тут 15 атаки надо, по идее, иметь. У него стан. Можно даже и меньше атаки было качать. Можно там 13 было сделать и остальное в ХП влить. А сейчас он так может хил отдать. Не так и происходит. Он хил отдает здесь. Интересно. Почему Бэкс решил заслать на 13-й здесь? Он с МХ, что ли, играет? Да, был бы отвод, конечно, деф был бы гораздо лучше, я думаю. Атака, Галя, теряет хил. Как-то нелепо очень. Причем. Ну, надо ролить сейчас. Ему доставят еще друида. Надо делать рерол. Прямо сейчас. Не знаю, что он ждет. Но хочет еще друидов что-ли настроить. Ну, Морт строить явно смысла не вижу. Тем более, что... Ой, в ОХ появляются деревья еще. Это очень круто в его ситуации. То есть, сейчас Агалия будет копить куда-то. В ОХ сможет пережить этот засыл с этими деревьями. И потом где-то копить на 20+. И Агалию убивать на какой-то волне. Типа 23-24. Может быть, даже 22. Смотря что, Агалия сейчас поймает при роли. Агалия. Соответственно. Агалия. пускай это галя без засыла даже а все почему потому что у него нет отвода правильно какие то тут странные манипуляции с кингом происходят ну что рерол будет сегодня у нас нет нет не хочется галя ролить интересно куда он копит может быть на восемнадцатый к примеру левел или даже девятнадцатый бэйк сделал 710 при этом сам копит еще куда-то сидя без скинга ну кстати 710 он сейчас еще и на 17 накопит и еще и 17 кинет почему бы нет хотя опасно конечно с таким слабым кингом сидеть еще и без хилла ну а галя и кинг то существенно получше ну видимо войкс думает что справедливо в принципе думает что на 17 ему вряд ли будут слать в такой пик скорее на восемнадцатый какой-нибудь либо девятнадцатый поэтому кинга он решил не апать а просто копить и кинет он похоже на 17 сейчас а галя а галя может вполне проиграть а галя кинает 16 это уже интереснее но вряд ли войкс много пустит тем не менее кинга ему там подапать все же придется я думаю в какой-то степени два дерева он сейчас не сможет апнуть поэтому пропуск будет однозначно вэлью него мало достаточно напает дерево больше ни на что ему не хватает тут что номер хочет заказать в принципе это был бы сейчас наилучшим решением я думаю а вот что есть ну да достраивается спид дерево это кстати хороший юнит на рейнж волне все правильно он делает здесь но пропуск все равно будет думаю что небольшой особо но он должен быть было бы два дерева апнутых было бы все гораздо лучше конечно но войкс решил сделать 7 10 вместо этого а галя наконец-то делает рерол берет биста ну сейчас уже биста данной ситуации брать так что происходит что лагнуло у меня двадцать одну штуку вэк спускает это довольно много надо апать короля ему девятнадцать атаки нужно нет не шестнадцать а девятнадцать похоже вэкс не помнит сколько нужно атаки а вот сейчас он видит что не убивает с двух ударов сделал атаки сколько надо ну тут он хил не отдаст теперь точнее хила у него уже нет смысле не проиграет но на 17 заслать уже не выйдет ну вэкс делает ломбер апнул тут еще дерево его одно. В принципе, у Войкса есть такой вариант сейчас сыграть деревянного короля тупо. Просто копить. Делать 7-15. Возможно, там дапать атаку кингу. И просто копить куда-то очень много. Строя тупо деревья одни. Есть такой вариант, но не знаю. Будет воспользоваться ли им Войкс. Так, тут целых 3 морды. Плюс 3 друида. 3 друида это, конечно, хорошо. Не знаю, имеет ли смысл сейчас Агалии строить спаунов. Мне кажется, нет. Тунгус пишет тут, что жалко хил на 8-ой. Да. Обидно, потому что как раз из-за рерола, мне кажется, он его отдал. Из-за этой ошибки 100 дерева потратил на реролл, и этого хп ему и не хватило. На 8-ой волне, чтоб дефнуть без хила. Агалия не дефает без засыла. 17. Так, он апает короля. Сидит. Ну, скорее всего, вейкс так и будет делать. Просто копить куда-то на 20+. Теперь 20 я тут не вижу смысл слать, тем более он знает, что тут есть лины. Добавляется тролль. Тут еще дерево. Спаунов не стал ставить. Агалия ну, правильно. Тем более, что ему выпадает андед. Есть у него драконы получше теперь. Но драконы могут не решить тут проблему. А проблемы здесь с 23 и 24 волной есть. Да и с 22. С 22, наверное, самые большие проблемы, кстати. Против 23 есть все-таки лины. Против всего 3, но все же. Против 24, ну, драконы в принципе неплохие на ней. Плюс под троллем. А вот с 22 тут реально проблемы. ДП с тем нечем вообще. А без хила вполне можно на 22 волне убить убить хорошим засылом. Новый экс кидает почему-то на 19 конечно агалю тут пробьет потому что ну лун это не деф конечно этих 4 штуки но все равно вэльи у него мало кстати достаточно. Не хватает еще и на ап гаста апает вместо этого гарпию зачем-то две штуки их настроил не особо понимаю зачем они ему неокрапнутый сейчас бы гораздо лучше смотрелся. Засыл кстати неплохой. Две кряки демон варлок и сейчас еще урса видимо добавится кодой. Вместо урсы почему-то ну да ладно. еще и хермит хотя ему там нет ну суммы не хватило наверное ну что сказать у агалии достаточно мало вэлью чтобы дефнуть такой засыл как-то сносно поэтому я допускаю что он сейчас сможет проиграть вполне потому что юниты тут так себе леона не добивают демон вроде как стакнулся но сейчас мне кажется застрянет тут так себе он стакнулся ну не знаю не знаю удастся ли тут выжить агалии пауки очень больно грызут что-то мне кажется что это гг это еще и с контролем ошибочки ну да это конец вэкс побеждает в первой игре со счетом 1-0 он теперь ведет так будет ли следующая игра сразу кому агалия пишет здесь а это уже вторая игра что ли это видимо вторая игра уже была и таким образом вэкс побеждает получается 2-0 как он мне сейчас написал а это бо3 поэтому больше игр не будет получается вэкс побеждает за счетом 2-0 и проходит следующий этап где его должен ждать спартан но спартан что-то то ли ливнул то ли не ливнул непонятно пока пока